Дорогие друзья, всем привет! Мы снова с вами сегодня идем в КОЗ. При входе нас встречают манекен в черном и вообще очень много черной одежды, но сегодня мы не будем примерять черное, как это часто делаем мы в КОЗ, а будем примерять всякую разную одежду. Вот, кстати, вот это платье на манекене черное с валаном есть же такое же и красное, но это такой обтягивающий трикотаж, и это совсем не мои фасоны, которые я ношу. Мне не подходит, не совсем для моей фигуры. Вот это черное платье красивое, помните, мы с вами примеряли в прошлый раз. Очень интересная юбка, брюки, но очень широкая. Ну вот брючины прям такие широченные, прям даже клонские какие-то. И вот такого же цвета горчичного есть шорта, симпатичный. Честно сказать, нового почти ничего нету. Я долго бродила по залу, искала, чтобы такое попримерять, потому что многие вещи, которые мы с вами уже примеряли и видели, и рассматривали, а новых вещей очень мало почему-то не завезли. Не знаю, может быть, в межсезонье сейчас между весной и летом, или они готовятся к распродаже, в общем, или что такое. Поэтому я такой обзор-обзор не делала, так пробежалась по магазинам и просто посмотрела, что есть. Вот купальники появились, совместный раздельный купальник и такой платочек накинуть, видимо, повязать на бедра, на пляже. Все, давайте идем в примерочную и посмотрим, что я приготовила для вас. Так, девочки, мы в кос примерочной. Сегодня видео будет короткое, потому что я... Что-то ничего пока особо нового нету. Я надеюсь, что они готовятся к распродаже, поэтому... Поэтому у них нет много новых вещей особенно. Ну, я кое-что нашла, но видео сегодня будет коротким, потому что у нас прям реально вот... Раз, два, три платья и костюм один желтый такой. Вот, ну, посмотрим. Короче, давайте будем примерять. А, ну, я, я в белых штанах, джинсы белые, рубашка, белая майка и рубашка такая вот. Я сработаю, как всегда, в санушке. Ну, в общем, обычно, ничего особенного. Так, первый костюм. Он мне реально нравится. Сел очень хорошо, хотя это размер мидио. И топ, и юбка. Вот так. Она такая вот трикотажная на резинке. И, ну да, размерчик у меня немножко, конечно, ушел. Ой, по-моему, я швом заду наперед сейчас. Так, на самом деле, этот топ, он, видите, вот такой вот длинный. Но внизу вот эта вот резинка, она некрасиво облегает живот. И мне кажется, что ее нужно именно носить вот так вот. Потому что здесь такой, по-моему, так и должен быть такой небольшой напуск. По-моему, такой костюм, знаете, не выходящий из моды и прекрасно подходящий на все времена. Украшение мое не винтаж, но очень красивое. Такие переливающиеся бусы и кулон. Это все одно украшение. Я покупала в одном из наших магазинов. Так, в общем, костюм. Девочки, мне очень нравится. Очень длинная юбка, как всегда, мне в коз. Но, видите, вот это медиум. И он довольно хорошо сел. Просто очень хорошо. Единственное, что у него сзади вот эта кофта, у нее здесь вот лодочка, топ. А сзади довольно большой вырез, который виден лифчик. И это не очень удобно. То есть, вот это меня немножко смущает. Сейчас я вам покажу. Вы видите, какой вырез большой? Вот бюстгальтер, вот он прям... В принципе, это красиво. Это красиво. Но, во-первых, у меня волосы, которые всю эту красоту закроют. А, во-вторых, нужно что-то думать с лифчиком. Я еще, знаете, что боюсь, что оно будет слетать вот так вот с плечей. Потому что здесь как бы... Вот если бы здесь натянуть какую-нибудь веревочку... Ну, в общем, короче, я какую-то ерунду говорю. Какую веревочку, нафиг ну. Но... Вот этот вырез немножко слишком большой. Или что-то вниз носить какой-то топ, или что-то, я даже не знаю. Ну, в общем, короче. Костюм хорош всем, но вот это вот... Можно, конечно, перевернуть и носить это вперед. И тогда уже... Тогда уже как бы топ можно будет надеть сюда вот спереди. И будет нормально. Ну, в принципе, можно надеть какой-нибудь тоненький на бретельках топчик, чтобы он закрывал вот эту задь. Вот этот большой вырез. В принципе, в этом-то вся и красота. Но это хорошо, когда вам не нужно носить лифчик. Так, вот такой вот костюм. Так, состав. 48 хлопок, 43 вискозы, остальное там эластан. И что-то такое. Я удивлена, потому что мне казалось, что он прям синтетический. Он прям такой, знаете, на вид как синтетический. Но в основном вискозы и хлопок. Значит, стоит он 135 долларов, размер медиум. Вот его номер. И вот эта вот спинка, вы понимаете, что это зад. Так, юбка. Ну, состав ткани, естественно, такой же. 175 долларов, размер тоже медиум. Вот их номера. Его. Ее юбки. И вот здесь вот видите, у нее такая резиночка хорошая. В общем, юбка хорошая и топик симпатичный. Мне очень понравился. Цвет такой приятный, лимонно-желтый. Очень мягкое. Такое платье-мешок. Оно очень интересное. Я вам сейчас покажу его поближе. Сразу трудно понять. Это самый маленький второй размер. И я его затянула на талии. В принципе, можно распустить. Но оно имеется в виду вот такое. Вот. Не очень люблю этот воротник. Но в этом случае он сделан хорошо. Потому что воротник стойка и глубокий вырез. Вот такой вот здесь ролик в центре. И вот смотрите, карманы. Как будто вот карго карманы. И здесь еще тоже карманы сделаны. И вот такое вот оно большое, широкое. Я немножко его подзавязала. В принципе, его можно полностью распустить. И оно довольно большое, широкое. Вот такая вот. Вот такой вот мешок. Прям реально. Карманы зашиты. Не получается у меня руку засунуть с ними. Но вот такое вот платье. Интересное, знаете. Такое casual карманы. Эти такие прикольные. Очень такие, знаете, сложные. Сложно подчиненные. Ну, очень тяжелая такая ткань. Очень такая, знаете, прям... Прям такая тяжелая. Не знаю, как еще это у нас. Плотная, тяжелая ткань. Хотя, в принципе, наверное, это что-то натуральное. Ну, посмотрим. В общем, кто любит такие широкие фасоны, девочки, то вот такое платье единственное, что... Конечно, нужно брать размер... Ну, я не знаю. Вот видите, это у меня двойка. По-моему, сейчас я проверю. Но мне кажется, что я взяла самый маленький. Потому что я увидела, что оно очень огромное. Вот такое вот платье. Ну, в принципе, на любителя. Но интересный фасон. Так, 100% вискоза. Ну, прям такая тяжелая-тяжелая такая вискоза. Плотная. Значит, карманы. Карманы. Завязочка. И стоит оно 170 долларов. Это был размер двойка. Это самый маленький размер, который вообще есть в магазине. И вообще нулевого, по-моему, у них даже нет. Так, вот его номер, если вас интересует. Сделано очень хорошо. Все очень правильно сделано. Такой большой рукав широкий. Ну, в общем, на любителя платья, но интересно. Потрясающее платье, которое мне очень нравится. Шикарный фасон, шикарный цвет. Прекрасно сидит. Это, по-моему, 10-й у меня. Единственное, что вот как-то вот это все как-то не зашито. Чуть-чуть как-то схвачено. И мне немножко стремно. Получается такой, как карман от Кенгуру. Знаете? Смотрите. Сюда можно что-нибудь положить. Телефон. Я думаю, что влезет. Кошелек. Ключи от машины. И помаду. Нужна сумка. Очень удобно. Ну, вы знаете, я бы что сделала, если бы я купила это платье? Я бы вот здесь подхватила ниточкой вот так вот. Вот это вот. Все вот это вот хранилище. Потому что, чтобы... Не знаю, чтобы что. Потому что сюда нужно что-то упасть там во время еды. Я не знаю. В общем, короче, платье красивое, девочки. Не слушайте меня. Посмотрите, какой красивый подол. Асимметричный. Немножко длинный. В самой длинной части он мне длинноват. Но, в принципе, оно такое, знаете, прямо ох. И цвет мне обыкновенный. Такой серо-зеленоватый. Вот у них есть вкус вот этого цвета. Такие, знаете, непонятное. Такое не то серое, не то зеленое. В общем, очень интересное платье. Вот этот вот узел здесь прям супер. Очень красиво сделала. Мне очень нравится. Но оно не дешевое. Я все-таки жду распродажи. Единственное, что вот здесь вот как-то оно немножко вот... Ну, в общем, оно невелико. Совсем невелико. Это десятка. Десятый размер. Нигде оно мне невелико. Единственное, что вот здесь вот, если вот вы сядете, то это все будет как-то вот неаккуратно выглядеть. Я не знаю. Вот это немножко смущает как-то. Правильно? Посмотрите. То есть, на нем надо так ровненько стоять, как колонна. И не горбиться, и не садиться. Иначе вот здесь вот какая-то вот нависает кусок такой чего-то. Кусок ткани странный прям. В общем. Так, 83 модалл и 17 полиэстер. Ткань тонкая-тонкая-тонкая. Оно прямо такое, знаете, очень-очень легкое платье. Совсем такое летнее-летнее. Низ вот так вот обработан. Видите, не подложен, а вот так вот. Оверлоком, помню, это называется. Так, стоит оно 170 долларов. Размер десятый. И вот такой номер у него. Сзади молния. Сзади просто оно вот такое вот отрезанное. Видите, оно немножко такое поблескивает. На солнце, наверное, оно будет блестеть. Ну и вот тут вот эта вот история. Давайте ее рассмотрим. Нам не так было видно. Оно, в общем, много тут всего наворочено. Интересно. Тенгуру, да. Здесь какие-то клинья зашиты. Ну, в общем, колочек. Платье красивое, необычное. Как всегда, кос придумывает какие-то необычные идеи. Иногда слишком даже, знаете. Ну, в принципе, интересно. Так, еще такое платье. Очень красивого цвета, салатового. И вдруг я подумала, а не мерила ли я его уже? Мне кажется, что нет. Просто в кос много вот такого типа подобных. Платьев вот с такими вот, видите, здесь прямо встроен, вот вшит. Оно вот здесь вот нету шва. Здесь клин вставлен прямо вот в центре как бы ткани. И вот такой вот большой клин, который красиво так застрочен, который делает вот его, собственно, вот таким вот красивым, такими фалдами, не спадающим. Сверху вот такой обычный вырез, обычная плечика. Очень красивое платье. Очень мне нравится на лето. Просто супер. Опять же, единственное, что длинная очень. Ну, может быть, так и надо, но мне немножко как-то... Я бы хотела, чтобы оно было чуть-чуть покороче. Вот как-то вот так. Уж очень длинное. Я вам сейчас скажу, почему. Когда вы садитесь в машину, там, по лестнице поднимаетесь, вот эти вот все... Вот эта длина в широких платьях, вы прямо должны вот так вот его как-то вот держать, чтобы не наступить на него и не завалиться куда-нибудь. А так, в принципе, вот длина хорошая, но она не очень удобна в таких вот широких вещах, потому что много тканей и длины, и это как бы немножко делает вашу жизнь сложной и опасной. Так, карманы. Карманы, карманы. Карманы, вот такие карманы. В общем, классное платье, очень-очень классное. Длину можно отрезать немножко. А, это я еще на каблуках. Небольшой, но все-таки каблук. Если я буду без каблука, так оно вообще будет вот так вот мне на полу лежит. Все. Ну, тем не менее. Нравится, очень нравится. Так, 94 хлопок, 6 эластан. Стоит оно 190 долларов. Недешевый. Размер 8-й, восьмерка. Вот его номер. Я хочу сказать, что вот здесь в ширину, вот здесь вот, да, я могла взять за четвертый и второй. Но вот здесь в груди оно довольно узкое. То есть вот восьмой, мне даже десятый было бы, наверное, хорошо. Но вот здесь вот оно просто очень широко. И десятого, кстати, не было. Восьмой был самый большой в магазине. Поэтому я вот рискнула и взяла его. Потому что я понимала, что здесь-то я в попе влезу, в животе. А вот здесь вот оно выглядит довольно таким вот узеньким. Понимаете? Поэтому я, как бы, думаю, что вот этот размер, который, в принципе, у меня нормальный. Я бы и в шестой, наверное, влезла, но в груди бы поджимала. Вот. Вот такое вот платье, карманчик. Вот так вот оно сделано интересно. Видите, как красиво. Хорошо, аккуратно. Все. Супер. Очень классное платье. Ждем распродажи. Вон, кто-то уже помадой или крем-пудрой перемазал, но только этикетку. Здесь, кстати, небольшая подкладка. Вот видите, сверху небольшой такой, небольшой подшит подклад. Ну и все. Вот такая вот штучка. Так. Ну все, девочки. Такие у нас были примерки. Сегодня коротенькие. Потому что нет много новых вещей. Я вообще сначала думала, что ничего не буду примерять, но вот кое-что нашла. Все. Всех люблю, целую. С вами была Дита из Канады. Всем пока. Бай-бай. Надеюсь, что вам было весело и интересно со мной сегодня. Бай.